Через несколько минут и этой рекламной конструкции не будет. За несколько дней работники Рыбинской муниципальной дорожно-эксплуатационной службы снесли больше десятка рекламных щитов. В настоящий момент производится демонтаж самих рекламных щитов, затем будет произведен демонтаж металлоконструкции и демонтаж фундаментных блоков. Затем будет произведено благоустройство территории. Только на демонтаж одной металлоконструкции город вынужден тратить 7 тысяч рублей, а убрать в ближайшее время необходимо 40 щитов. Из бюджета на эти работы уже выделено 300 тысяч рублей. Затраты большие идут, потому что для снятия рекламной конструкции задействована техника, вышка задействована, автокран и машина для перевозки, потому что это не габарит 3 на 6. Убрать металлоконструкцию уже давно было предписано их владельцам-предпринимателям. Строки договора аренды закончились. По новым правилам места для наружной рекламы теперь должны выставить на аукцион. Первые торги проведут этим летом. Однако бизнес спешить со сносом не стал. Во-первых, есть вероятность выиграть аукцион или же продать щиты победителю торгов. Конструкции, которые через пару месяцев опять будут стоять и в большинстве случаев, скорее всего, на тех же самых местах просто сносятся и наносится, конечно, и материальный ущерб. На деньги с торгов рассчитывает и город. К примеру, за счет них удастся вернуть потраченные на организацию сноса средства. К тому же, установленные в городе конструкции, по словам администрации, не соответствуют новым требованиям. Сносить или переносить их все равно пришлось бы. Доход с рекламных конструкций был, самый максимальный доход со всех, со всей рекламы был, это 2,5 миллиона. Мы планируем в этом году получить доход 20 миллионов рублей от установки всех рекламных конструкций, от всех торгов. Олеся Сагитова, Владимир Выдумлев. День в событиях. Рыбинск.